За последние 20 лет протяженность дорог в Солигорском районе увеличилась в полтора раза, а количество транспортных средств умножилось на три. Больше стало на дорогах и тяжеловесного транспорта массой 10-12 тонн. Всё это не лучшим образом сказывается на состоянии асфальтного покрытия. Сегодня порядка 30% дорог района требуют ремонта. Дважды в год независимые эксперты оценивают состояние сети дорог. И вот прошел весенний осмотр, на котором 55 километров у нас признаны, раньше они назывались аварийными, а сейчас требующие немедленного ремонта. 55 километров дорог и 700 обслуживаемых. Безусловно, таких денег нет сегодня. Но с помощью каких-то ямочного ремонта, с помощью профилировок, с помощью тонких слоев методом карт, мы пока обеспечим безопасный проезд. С марта на дорогах района под 10 часов в день работает установка «Тайфун». С помощью струйно-инъекционного метода устраняют критическую ямочность. Там, где асфальтное покрытие начало разрушаться на Большой площади, проводят текущий ремонт. Он заключается в нанесении на старый асфальт тонкого слоя нового. Такая технология обходится дешевле и позволяет поддержать нормальное состояние дороги в течение ближайших 5-7 лет. Сейчас такую работу проводят на участке в 3,5 километра в деревне Завшице. В планах еще два участка в Гаврильщицах протяженностью 5 километров. И участок дороги Дубица-Песчанка в 3,5 километра. «Текущий ремонт, если сегодня не выполнить, разрушающийся покрытие текущий ремонт, то завтра придется капитальная работа. Капитальная работа стоит в 5 раз дороже, чем текущая. И вот с помощью таких, при таком скудном финансировании, мы пытаемся обеспечить безопасный проезд». Крупных инвестпроектов по строительству дорог на этот год не запланированно отметили в ДРСУ-166. В этом сезоне дорожники будут заниматься преимущественно ремонтами. Так возобновляются и начатые в прошлом году работы по ремонту дорог и дворовых территорий в Солигорске, где будут задействованы и работники ДРСУ-166.